Здравствуйте! Это программа события. Мы работаем в прямом эфире. О том, чем живет Самара сегодня, вам готовы рассказать наши журналисты и я, Инга Пеннер. Главная тема выпуска. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА По словам отца девочки, 6 марта он был дома вместе с годовалой дочерью своей сожительницы, которая уехала к родственникам в Оренбургскую область и родной дочерью. Примерно в 5 часов он ушел в магазин, оставив спящих детей одних дома. Вернувшись, он увидел, что младшая дочь лежит на кухне на полу, на лбу у нее он заметил царапину и шишку. После этого он положил ее спать, а ночью обнаружил, что дочь не подает признаков жизни. В настоящее время по уголовному делу создана следственная оперативная группа, ведется следствие. Нелегальным алкоголем торговали в одном из баров в Кировском районе Самары. На момент проверки у продавцов не оказалось никаких разрешительных документов. Бутылки со спиртным сомнительного происхождения изъяли. Еще одну точку продажи нашли в Волжском районе области. В магазине также продавали алкоголь без документов. За это правонарушение на виновных составлен протокол об административном правонарушении. Алкогольная продукция изъята из оборота до принятия судом решения о возможности ее конфискации. За совершение указанного правонарушения виновное лицо ожидает административный штраф в размере от 5 до 10 тысяч рублей. Лимит социальной транспортной карты может быть увеличен. С таким предложением выступили общественные организации инвалидов Самарской области. Дело в том, что людям с ограниченными возможностями здоровья приходится ездить в школы на работу с пересадками. И даже простая арифметика показывает, что 50 поездок в месяц для них мало. По поручению губернатора областной правительства разрабатывает комплекс дополнительных мер. Об этом говорили на совещании за круглым столом. Мнение выслушал и Олег Зверев. Как показала статистика февраля, среднее число поездок по социальной транспортной карте в Самаре составило 33. И только 5% льготников превысили установленный лимит в 50 поездок. В основном это инвалиды, которые каждый день с пересадкой добираются до места работы, до реабилитационного центра и коррекционной школы. Но и их интересы тоже должны быть учтены. Февраль – короткий месяц и много выходных. А весной, когда откроются еще и дачные маршруты, ездить станут больше. О том, чтобы вернуть безразмерную карту, речь не идет. Лимит поездок – это общероссийский тренд, и к этому идут все регионы. Но при этом необходимо адресно помочь льготникам, которым объективно приходится ездить больше 50 раз в месяц. Здесь можно еще рассмотреть вопрос правильно, какой-то данный подход. Мы готовы представить даже таких людей, перечень таких, список таких людей, которым действительно удается в увеличении лимит в поездок. Это лишь один из вариантов решения проблемы. Другие обсуждаются. За круглым столом собрались представители областного правительства, общественности, руководители транспортных организаций, предприятий и школ для людей с ограниченными возможностями здоровья. Предложение – скорректировать маршруты. Тем более, что большая их часть сформирована еще в советские времена, а город развивается и многое уже изменилось. Совместно с городом прорабатываем вопрос по маршрутам общественного транспорта городского. Это по изменению схемы движения маршрутов, по рассмотрению возможности организации беспересадочных маршрутов. Как в зимний период, так и в летний период, когда будут организованы дачные маршруты. Совещание проходило в режиме диалога. Задача – выслушать все мнения, чтобы в итоге выработать комплекс мер дополнительной социальной поддержки транспортного обслуживания инвалидов. Возможно увеличение лимита поездок. Возможно, можно посмотреть по поводу формирования маршрутов, например. Или есть варианты, когда, нам об этом тоже говорили, когда есть сложившиеся маршруты, но там предусматривается несколько пересадок. Ведь можно, раз это маршрут, включать эти пересадки, считать их за одну поездку. Все предложения направлены в областное министерство транспорта и администрации городов, которые в ближайшее время должны принять решение, чтобы сохранить социальные значения льготного проезда для каждого человека. Олег Зверев, Василий Халдашов, События. Помочь в обустройстве парка «Дружба народов» сможет любой желающий. Темы сегодня обсуждали в общественной палате. По видеосвязи к заседанию присоединились все районы Самарской области. Там идею поддержали и обещали помочь. Парк «Дружба народов» должен стать экскурсионной площадкой, которая заработает к Чемпионату мира по футболу в 2018. Там построят более 20 национальных подворий – русская, чувашская, мордовская, татарская и другие. Это не только продемонстрирует своеобразие архитектуры разных народов, но и позволит узнать об их истории и культурных традициях. Внутри будут представлены предметы быта, национальные костюмы и другие экспонаты. Нам хочется, чтобы приняли участие не только члены Союза народов, а практически весь народ, скажем так, Самарской области. Если кто-то старые какие-то вещи передаст в парк «Дружба», соответственно, является участником строительства и наполнения данного парка. Далее коротко о других событиях дня. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 9,7 лет лишения свободы получили участники преступной группы, которые в 2016 году сбывали наркотики в Самаре и Новокубышевске. Летом преступники купили партию наркотиков и спрятали в тайнике закладки на территории Новокубышевска. Сотрудники Управления ФСБ России по Самарской области провели обследование участка. Нашли и изъяли 79,5 граммов героина. По данному факту возбуждено уголовное дело. Приговор вступил в силу. Роспотребнадзор проинформирует самарцев по вопросам качества продуктов. С 13 по 27 марта ведомство проведет горячую линию на тему качества и безопасности пищевой продукции. Специалисты Управления расскажут о правилах покупки и продажи продуктов, условиях хранения и сроках реализации, нормативных требованиях, технических регламентов. Вопросы можно будет задать в течение двух недель по будням с 9 до 18 часов по телефону, указанному на экране. Самарский университет впервые вошел в международный предметный рейтинг учебных заведений. Британская компания оценила вузы из 74 стран. Учитывались результаты обучения по 46 предметам. Рейтинг составляли на основе четырех критериев – мнение академического сообщества, работодателей, индекс цитирования и вклада в науку. Самарский национальный исследовательский университет имени Королева расположился в группе в СУЗов, разделивших позиции по направлению физика и астрономия. А это еще раз подтверждает эффективность долгосрочной стратегии развития Самарского университета. Самарский регион вновь ждет потепления. В первой декаде марта средняя температура воздуха оказалась на 8 градусов выше многолетних значений. Выходные синоптики обещают в ночное время колебания температуры воздуха от 4 до минус 10 градусов, а днем – до 3, а местами и до 7 градусов тепла. Это далеко не вся картина дня, и вот о каких событиях наши журналисты готовят материалы к следующим эфирам. Таких берут космонавты. 50 школьников со всей страны приехали в Самару на конкурс юных исследователей. Весна не приходит одна, где в Самаре уже стартовал дорожный ремонт, а где еще только планируют его начать. Важна каждая деталь, южные ворота Самары преобразят к чемпионату мира. Наш выпуск на этом завершен. Мы рады вам сообщить, что у нас уже более 12 миллионов просмотров на Ютьюбе. Читайте нас в Твиттере, смотрите на экранах своих смартфонов и планшетов на базе Android и iOS. Удачи вам! Увидимся! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова